Теперь мы перейдем к следующей части нашего служения. Как мы упомянули ранее, сегодня будет немножко необычный формат, и мы хотим восстановить нашу традицию вопросов и ответов. Я знаю, у вас их много, мы часто их получаем через письма, по интернету, под проповедями, молитвами. И так как вопросов много, времени у нас не так много, поэтому мы выбрали самые часто задаваемые вопросы, и сегодня мы хотим их озвучить, поэтому я хочу пригласить пастора на сцену, и мы приступим. Если ваш вопрос не прозвучит сегодня, у вас есть доступ к пастору, вы можете потом подойти лично, спросить какие-то вещи. Итак, хочу начать с первого вопроса. Андрей, в своих проповедях ты часто учишь о том, что помазание будет тебе чего-то стоит, в то время как поднимается много учителей в теле Иисуса, которые учат наоборот, что Иисус уже за все заплатил, и тебе автоматически все дано по благодати. Кровью Иисуса уже все это искупено. Можешь ли подтвердить, что говорит Библия о цене, и какую цену тебе пришлось заплатить в своей жизни? Хороший вопрос, очень хороший вопрос. И сейчас, вы понимаете, мне кажется, когда убирается цена, исчезает ценность. Кто-то слышит, да, мяч? То есть смотрите, простые вещи. Иисус, мое понимание такое, Иисус заплатил только за то, за что человек не способен уплатить. Это кровь, крест, искупление. Все остальные вещи, что я называю ценой? Конечно, мы не имеем в виду деньги. Но помните, давайте возьмем простые несколько вещей из Библии. Вспомните богатого юношу, когда Иисус ему сказал, хочешь быть совершенным, ты хочешь идти за мной? И помните цену, которую Иисус назвал? Оставь, раздай все, и следуй за мной. Смотрите, нет цены, которой Иисус говорит, вот бирка, вот уплоти. Нет, у каждого из нас будет персональная жертва. Кто-то понимает, да? Для меня это было именно оставить все мои мечты, все, что я хотел. Отдать, другими словами, мои ценности нужно было отдать Иисусу Христу. И поэтому, что значит цена? Второй момент, это не только посвящение моей жизни, посвящение моей семьи. У меня нет свободного времени, оно посвящено служению или ответу на вопросы, или записи очередного видео, или подготовкой к проповеди, или я путешествую на конференцию. То есть моя цена, это у меня нет свободной жизни. А если она есть, я просто хочу, честно сказать, выспаться. Реально. А пастор, о чем мечтаешь? Выспаться мечтаю. Вот о чем я мечтаю. То есть, и кто-то понимает, о чем я говорю? Семья, цена — это именно то, что нам будет стоить. Иисус говорит, кто хочет идти за мной. Помните цену, которую Иисус сказал? Отвергни себя, возьми свой крест и следуй за мной. Нигде не написано. Хочешь идти — следуй за мной. Везде есть что-то, что мы должны оставить, и что-то будет нам стоить следование за Христом. Кто-то понимает? И вот это, дорогие мои, я не говорю о том, что эта цена будет сложна. Знаете, что мы с удовольствием платим любую цену, когда мы любим? Когда мы любим, семья вот где моя цена не имеет. Для меня даже с удовольствием, потому что он для меня важнее всего. Мечта видеть спасенные души. Мы с вами видим, дорогие. Для меня это все. Вот это моя мечта. Видеть чьи-то жизни, чьи изменил Иисус. И мы что сделали? Мы построили для него место, как мы, как семья. Вы понимаете? Каждый из вас отдал себя. Вот девочки едут, наши служители на энкаунтер, да? Они все платят цену. Они оставили своих деток, свои бизнеса, работы, мужей. Все. И два с половиной дня они отдали эту цену. И это они никогда не вернут. Эти два с половиной дня кому-то отданы. Ни себе, ни детям. Кому-то просто подарены. Но Иисус это видит. Семья. И вот это мое понимание цены. Спасение всегда бесплатно. Но следование за Христом, твое и мое, нам чего-то будет стоить. И плюс я хочу добавить поначалу то, что тебе кажется ценой. Это будет ценой поначалу. Но награду, которую ты будешь получать от этого, видеть плоды, это реально будет, это уже не будет ценой для тебя. Ты уже будешь с радостью делать то, что ты делаешь, когда будешь видеть плоды, к чему это все приводит. Окей. Второй вопрос. Будучи молодым парнем, еще до того, как ты познакомился со своей будущей женой Светланой, ты уже знал, что ты будешь пастором. Бог тебе уже говорил, и ты уже чувствовал, что помазание пастора на тебе. Но когда ты вошел в пасторство, Бог перевел тебя на следующий уровень в апостерское служение, где ты начал ездить, насаждать церквя по бывшему Советскому Союзу в Европе. И из пастора ты вошел в статус апостола. Знал ли ты до этого? Говорил ли тебе Бог уже, что Бог ведет тебя в это служение? Или оно как-то произошло спонтанно, ты вошел? Были какие-то пророческие слова, которые... Потому что многие люди задают вопрос, как мне найти себя, кто я, как мне узнать, кто я. Как ты вошел именно в апостольское служение? Сразу скажу, что я не знал, и мне открыто не было. Я знал, что я буду помогать людям, но я помню этот момент, где... Знаете, каждый мальчик в процессе становится отцом. Все понимаете? То есть я понимал, что мое служение... Мне не было Иисусом открытое, но я понимал, что мое служение начнет касаться людей, и это начнет рождать что-то. И моя дилемма была, Господь, что с этим делать? Потому что я ненавижу позицию доминации, я ненавижу христианские пирамиды. Я не хочу быть человеком. Для меня завет — это я хочу кого-то вывести на свой уровень. Кто-то понимает, да? Это друзья, это взаимоотношения, это не дочерние церкви, это не кто-то ниже меня. Я вообще не верю, кто-то ниже, выше. Я верю, мы по возрастам. Но все, кто сейчас в возрасте, может быть, маленьком, все вырастут в зрелый возраст. Кто-то понимает, да? То есть для меня нет выше-ниже. Для меня есть зрелость во Христе, и мы все туда доходим. И отвечая на этот вопрос, да, потому что вопросов у нас много, сегодня будет интересно, отвечу одно, что я не знал, и Иисусом мне это показано не было. Но я понимал, что туда оно идёт, и нужно будет что-то с этим делать. Да, то есть много людей, они молятся, они пытаются распознать, кто я в Боге. То есть сразу Бог может тебе открыть твои предназначения, или потом по ходу твоего роста ты будешь входить в какие-то новые двери, будут открываться тебе по ходу уже твоего служения. Я знаю одно, что Иисусом, когда Иисус ко мне пришёл в 93-м году, Он мне много чего открыл, но я сразу говорю, у меня это было стёрто с памяти. То есть я не могу это вспомнить. Может быть, мне Иисус тогда это показал, но это было забрано от меня. Да, поэтому, и если кто-то хочет войти в своё призвание... Смотрите, многие люди хотят войти в позицию отцов. Я скажу, что это неправильно. Ты должен соответствовать той позиции, которую Иисус для тебя предназначил. То есть для меня я никогда не рвусь. Если вы слышали мои последние проповеди, я всегда говорю, самое лучшее место — это место, которому ты соответствуешь по духовному возрасту. Ты никогда в нём не будешь мучиться. Некоторые люди говорят, почему на меня нападают бесы? Скорее всего, ты идёшь туда, где на тебе нет охраны. Потому что Бог охраняет то, что Он активирует и когда Он посылает. Многие служители сгорают только по одной причине. И я со своей командой пасторов, мы постоянно общаемся. Я говорю, ребят, растите естественно. Я говорю, вы естественно дозреете из мальчиков в отцов. Не прыгайте в молодом возрасте в что-то, что вы духовно не тянете. Потому что да, Иисус тебя исцелит, но Он не может охранять то, куда Он не посылает. И здесь нужна мудрость. Окей, спасибо. В 2010 году у тебя была сверхъестественная встреча с Ангелом Реформации. Если кто-то не знаком, есть видео на Ютьюбе у пастора, где он рассказывает об этом переживании очень подробно. Вы можете зайти, посмотреть подробно встреча с Ангелом Реформации. Так и называется. Но для тех, кто не слышал или не знаком с этим свидетельством, если ты можешь в пару словах рассказать, что это было за встреча, и в последующем, уже 14 лет прошло, да, с этой встречи, в последние 14 лет были ли у тебя еще встречи с этим Ангелом, или чувствовал ли ты его присутствие в каких-то определенных моментах, и когда? Да, начну очень коротко. Кто не видел в моей истории, кто не видел свидетельства об Ангелой Реформации? Когда он ко мне? Кто не видел, поднимите руку. Есть несколько. Хорошо. Пожалуйста, зайдите. Там буквально 15-20 минут все подробно объяснено. И Библию, которую мне потом принесли, очень коротенько объясню для тех, кто не знает. В 2010 году я сижу в моем офисе, просто находясь в поклонении, просто размышляю, Библия открыта, просто размышляя о Боге, молюсь. Здесь полностью я знаю, когда я попадаю в открытое видение. Все начинает меняться. И первое, что я замечаю, когда я в открытом видении, для меня доступна информация. Меня как будто мой дух подключают к сверхъестественному гуглу. Это значит, любая мысль, которая в духе появляется, на нее мгновенно приходит ответ. Из духовного мира. И я точно знаю, что сейчас что-то будет происходить. Я в этом состоянии уже много раз был, и я атмосферу понимаю. Четко не оборачиваясь, духовным человеком я вижу сзади, а по левую руку от меня, немножко сзади, стоит ангел. Он был очень древний, очень мудрый. Ты на нем просто видел не старость и ветхость, а древность, мудрость и глубину. То есть я сразу знал его имя. Это ангел реформации. Он был одет в уникальную одежду. Опять не буду в подробности, все в видео записано. И на его груди были вот это, знаете, вот эта табличка. Знаете, как носят медали генералы? То есть он был в чине очень высокой иерархии чин, в военном чине, духовный военный чин. И на груди у него была табличка. И вместо медали были имена реформаторов, которым этот ангел был представлен. И здесь он не был добрым, он не был любящим, как другие ангелы, с которыми у меня были встречи. Этот ангел был очень строгий и очень конкретный. Он как генерал начал отдавать мне приказания. Он мне просто строго говорит, дай мне свою левую руку. Я ему дал мою левую руку. И мгновенно он начал, как татуировка, как светом. Я понимаю, для людей религиозных это сейчас будет бред полный, но опять, духовный мир я объяснить не могу. Он взял и начал нарезать светом. И эта татуировка, когда он резал, она начинала изнутри светиться. Все плечо, половина спины и всю мою левую руку, она была исписана местами из Исаии. Именно из книг Исаии. Мне не было дано знать мест, глав, ничего. Я просто знал, что все было из Исаии. На плече вот здесь был вырезан логотип. И первое, что в Духе, я даже сам не помню, почему я прокричал эту фразу этому ангелу. Я прокричал, это же все будут видеть. Я имел в виду, что в Духе теперь это будет видимо всеми. То есть все, кто меня будут видеть в Духе, ангелы, бесы, колдунные ведьмы, они все будут видеть этот знак на мне. И я вижу этот логотип, он отдельно стоит, и он как иероглиф. И я его не понимаю. И я прошу ангела, объясни мне. И я, знаете, так, немножко с таким уважением говорю, пожалуйста, объясни мне, что это. Это я понимаю, это места из Библии и все. Но что вот это? И он говорит, смотри, в приказательном тоне. Я смотрю, не понимаю. Я говорю, я не понимаю. Он второй раз мне говорит в приказательном тоне, смотри. Я смотрю и говорю, да не понимаю я. И здесь он мне говорит, смотри глубже. И как только я начал сосредотачиваться, иероглиф начал превращаться в три буквы. Р, Т, Р. Реформация, трансформация, революция. То есть я увидел логотип, и я говорю, что это? Он говорит, это твое имя и функция до конца твоих дней. И потом, уходя, быстро эту историю рассказываю, уходя, он говорит, чтобы ты знал, что это было в духовном мире знак для тебя, я тебе дам знамение. И не сказал ничего. Он говорит, ты будешь знать, что это знамение от меня. И он исчез. Проходит год. Я появляюсь в мае на конференции, на нашей ежегодной конференции, в мае «Трансформация личности» Германия Манхайм. Ко мне подходит женщина. Немножко переживает и держит что-то в кульке, в целлофановом пакете. Я говорю, что? Я привык, там мне то конфеты какие-то дают, то еще какие-то безделушки. И она хочет дать. И я говорю, что это? Она говорит, можем мы отойти в сторону? Я говорю, можем. Мы отходим в сторону, она открывает Библию. Библия 720 года. 1720 года. Это самый первый перевод Мартина Лютера. Там так и написано. И это именно когда Библии начали печатать. То есть у этой Библии нет ни цены, то есть ей никто цену сложить не может. Это очень древняя книга. Все есть можете, я все это заснял, сделал. И получается, она мне говорит, когда я ухаживала за умирающим солдатом немецкой Германии, тот еще, который был в фашистских войсках, и получается, что он умирая, у него не было родственников, и он ее полюбил, она ухаживала за ним в доме престарелых, он сильно полюбил ее, как дочку. И он, умирая, у него уже осталось буквально несколько недель жить ему, и он говорит, я тебя люблю, у меня некому наследство. Говорит, я хочу благословить тебя. И он просит ее достать чемодан, она достает чемодан, открывает этот такой старый чемодан, и говорит, в чемодане часы, золото, разные вещи драгоценные, разные-разные-разные, там сережки, кольца, это все с его родства осталось как наследие. И он говорит, я тебя люблю, выбирай, что хочешь в этом чемодане, я люблю тебя, хочу отдать. И она видит эту Библию, тоже в этом чемодане лежит Библия. Она говорит, мне ничего не надо, я хочу именно эту Библию, я хочу эту Библию. И он говорит, из-за того, что ты захотела Библию, он говорит, забирай весь чемодан. То есть он просто благословил ее. Но как только она мне рассказывает, как только я взяла в руку Библию, на меня конкретно голос, это Библия пастора Андрея Шаповалова, Она говорит, я с ним сражалась почти целый год до конференции. Она не хотела эту Библию отдавать, потому что она немка, для неё это очень дорого, то есть она очень глубокая женщина в Боге. И потом она говорит, что мне Бог сказал, и она говорит, я должна тебе это отдать. И эту Библию из-за того, что она очень старая, это называется национальное достояние Германии, вывозить эти Библии нельзя. Я говорю, Бог, я не собираюсь обманывать, если эта Библия от тебя для меня, я её вывезу, и никто не сможет у меня её забрать. Я ложу её в целлофановый пакет, в котором она мне его дала. Ставлю его, знаете, на вот эту ленту, где просвечивают в аэропорту. Я даже не прятал вообще, просто в целлофановом пакете, как дали, так и поставил. Она проезжает, и мне её отдают. Никто не заметил и не задал вопроса. И это сверхъестественно, потому что я была в Германии, я была на их контроле. Я знаю. Они просвечивают каждую мелочь, придираются к каждой... Особенно, когда они видят картины и книги, они сразу вскрывают всё. Немцы очень щепетильный народ. Да, поэтому для меня это было свидетельство. И поэтому, отвечая на второй вопрос, знаю ли я, когда он действует? Больше я его в таком состоянии не видел. И когда я эту Библию взял, я чётко услышал информацию в Духе, что это подтверждение тебе, что то, что было, это было от Бога, и это было именно для тебя. Я не видел его больше в таком проявлении никогда. Но я его чувствую на конференциях. Когда? На меня сходит уникально... Кстати, в Германии, на этой конференции этот ангел был со мной. Мы так и почувствовали. Я вам скажу, вы можете... Когда вы видите Андрея... Если кто не слышал эту конференцию, умоляю, послушайте. Когда вы видите меня совершенно в другом помазании, там было абсолютно другое помазание. Вы можете видеть, что это сейчас со мной на сцене находится ангел. Зачем? Я у него спросил, когда ты будешь со мной? Ответ был уникальный. Он говорит, когда в зале нужно активировать определённых людей. У него только миссия. Другими словами, когда мне даётся возможность... Я даже не знаю, будет ли он со мной или не будет. У меня этой информации нет. Я знаю одно, что когда я чувствую вот это тяжёлое присутствие, и на меня сходит вот этот дух льва, и я начинаю рвать и метать, я не знаю, как это объяснить в духе, я точно знаю, что сейчас Бог кого-то активирует на реформацию, революцию и трансформацию. Я не знаю этих людей, мне не дано знать лиц. Я знаю одно, что кто-то на конференции, на это и в Германии, получит реальную мантию реформации и трансформации. Вот это всё, что я знаю, ребят. И вот это ответ на этот вопрос. Спасибо. Двигаемся дальше. В последнее время мы наблюдаем, как увеличилось число на платформах лжеучений, обольщений, искажённых откровений. И это не только в русскоязычном пространстве. Это также наблюдается в американских пространствах, потому что сейчас очень многие пророки голоса, Америки, ведущие голоса, они также говорят об этом, и они обличают также этот дух своих платформ. То есть это что-то, что поднялось глобально, не только в одной нации. И вот такой вопрос. Почему ты думаешь, именно в последнее время это участилось? Возможно, мы входим во что-то новое, почему этот дух начал проявляться? И второй вопрос. Как распознать, что это дух обольщения, если там тоже цитируются места Писания и строятся откровения на определённых местах Писания? Хорошо. Очень уникальный вопрос. Да, Библия чётко говорит, что в последнее время именно это и будет. Участятся заблуждения, восстанут лже-пророки, многие чудеса будут происходить. Ребят, если не это знамение последнего времени, я не знаю что. То есть нам нужно понять. Смотрите, что обычно для меня это знамение именно то, что сейчас готовится Богом что-то очень сильное и оригинальное. В духовном мире подделка всегда предшествует оригиналу. В физическом мире, наоборот, сначала идёт 100 долларов, и потом копируют и переделывают. В духовном мире нет. Дьявол видит, что готовится сейчас что-то, и он начинает быстро подделывать это и выставлять это раньше времени. Кто-то понимает, вся фишка сатаны — это загнать кого-то раньше в позицию, раньше в служение, неподготовленным, не уплатившим цену. То, что происходило с Иисусом в пустыне, ему было предложено что-то без уплоченной цены, и Иисус отказался от этого. То есть мы должны понимать, что именно эти заблуждения, всё это именно предстоит, потому что идёт что-то очень мощное и очень оригинальное. Второй момент — как распознать, если это от Бога, если это, да, заблуждение, потому что все цитируют. Да, всё, они вот реально, если берутся откровения, строятся на местах Писания. Так. Следующий момент. Откуда откровение получено? Откровение в твой мозг получено человеком или откровение тебе пришло из Духа и подтверждено человеком? Если вы сейчас услышали, что я сказал. Заблуждения начинаются, когда ты впитываешь что-то, что Бог перед этим не вложил в твой Дух. Другими словами, я как учитель не могу быть твоим источником. Я всегда говорю, но я подтверждаю твоё хождение с Богом. Другие апостолы, другие апостолы подтверждают своим учением, что я на правильном пути, мы все учим и все учимся. Итак, простой ответ. Тебя до того, как происходит заблуждение, вот вам просто пример. Ты включаешь какую-то вещь, на тебя говорит что-то, говорящая голова, тебя это захватывает, и ты начинаешь подсаживаться на человека. Вот это истоки лжедвижения, заблуждения и ереси. Когда ты с Богом, в откровении, тебе Он это в Дух вкладывает, ты начинаешь это видеть, но ты говоришь, Господи, это что-то очень уникальное. И здесь оно начинает подтверждаться в молитве, в проповеди, на энкаунтере. Ты такой, что это? Это Бог тебя туда ведёт. Семья. Всё различается в том, кто сказал тебе. Потому что дьявол настолько будет подделываться, что он будет, он будет как Иисусу, всё по Библии цитировалось, всё цитировалось по Библии. Но мы должны с вами понимать, кто говорит мне. Библия говорит, что овцы мои знают, не будут знать, не научатся, знают. Первое, если ты его овца, ты всегда из-за рождения свыше, из-за того, что ты знаешь этот голос, и он тебя родил свыше, ты знаешь его голос, и ты не собьёшься с пути. Если не подсядешь на учение человека. Кто-то понимает, да? То есть и здесь просто внимательно наблюдаем, кто источник откровения. Дух или человек. А оба могут говорить даже одно и то же. Но одно есть от Бога, а другое тебя вовлекает куда-то и подсаживает на что-то, что потом извращает твой путь и меняет твоё, даже крадёт твоё призвание. То есть здесь будьте очень аккуратны. Ещё один феномен, который мы наблюдаем в последнее время, как вскрываются и выходят на поверхность скандалы, тайные грехи, компромиссы, пасторов больших платформ, мега-церквей. Я думаю, если ты живёшь в этой стране и понимаешь английский язык, особенно очень много, как и в американских сейчас, как и в русскоязычных, вот только за последние шесть месяцев, вот с начала этого года, мы уже знаем несколько громких случаев, уже, наверное, уже на вторую руку пальцы перешли. Да, уже на вторую руку пальцы перешли. Да. Здесь, только в Штатах, у нас. Я не помню, чтобы такое происходило за последние несколько лет. Вот всё как будто вот, всё собралось вот именно в последние несколько месяцев. Считаешь ли ты это совпадением или Бог к чему-то готовит корпоративную церковь? Это притча Иисуса в действии. Помните, когда Он оставил на слуг свою работу и потом пришёл взять, но слуги не захотели отдать? И Бог говорит, я уберу тех, кто посягает на моё. Будьте очень внимательны. Мега-церковь строится на эго и на личности. И получается, что когда, другими словами, мега-церковь — это неплохо, и вообще служение — это неплохо, но когда кто-то не собирается уступать Иисусу, Иисус ревнует свою церковь. Кто-то понимает? То есть поймите, что все мы совершаем грехи, ребят, все мы падаем. Но опять, там грехи, конечно, там вообще весело. А сейчас, что начало происходить в украинском русском обществе, боже мой, я думаю, вы наблюдаете, да? Я не буду говорить имен, это не то служение, но вы все наблюдаете, что сейчас творится. Звездопад не только мега, звездопад и простых локальных пасторов, епископов, церквей. Просто буквально, как будто 23-24 год — это что-то нереальное. Честно скажу, я за свою историю жизни не видел такого никогда. Я уверен, вы тоже. То есть мы примерно все. Мы не видели столько служителей, было сдвинуто с позиции. Что это значит? Это значит, Иисус ревнует, это значит, меняется сезон, что теперь Он хочет свою церковь. И я построю церковь мою. Когда мы, как служителя, вовремя не отходим и не уступаем жениху, жених убирает того, кто посягает на его невесту. И вот это, ребята, то, что я думаю, и это мое мнение, что когда ты вовремя не отступаешь и не говоришь, Иисус, я приготовил невесту, и уступаешь Духу Святому дышать на свою церковь, мега-церковь, микро-церковь, неважно. Бог, если ты не уступаешь Ему, Дух Святой тебя убирает. Сразу скажу, второй момент, почему вскрывается. Это любовь и милость Бога, чтобы ты не ушел в ад с нераскаянным грехом. Семья, это милость Бога вскрыть тебя. У тебя есть возможность попросить у Него прощения. Потому что грех прощен весь, но тот, который ты Иисусу отдал. Все, что ты не отдал, за это будешь отвечать ты и я. Все со мной? То есть, вот это есть. То есть, это мое понимание вот этого последнего времени. Считаешь ли ты, что это и есть исполнение Писания, где Господь говорил, что пришло время начаться суду с Дома Божьего? Это именно оно есть. Это говорит именно, что сейчас Господь судит и вскрывает, Он очищает свою корпортированную церковь для чего-то. То есть, не просто так это происходит, вот именно в таких количествах, именно в последнее время. Опять, все события, поднятие лжеучений и заблуждений и ереси, сдвижение людей с платформ, это все свидетельство того, что мы сейчас с вами находимся в переходе в абсолютной реформации церкви не людьми, а Духом Бога. Семья, мы с вами, и сейчас, знаете, что самое главное? Самое главное иметь личные, железные, плотные отношения со Святым Духом. Семья, потому что, если у тебя был кто-то кумир, воздайте славу Иисусу. Если у нас был какой-то кумир, Бог ревнует, и он этого кумира сдвинет. Кто-то понимает? То есть, я знаю одно, Бог не позволит мне кого-то любить больше и проводить с кем-то время больше, даже если это его служитель, чем с Иисусом Христом. И мы вырастаем с вами до того момента, когда мы маленький Иисус, нам позволяет сидеть на говорящих головах, слушать днями и ночами и чьими проповеди. Но когда мы вырастаем, Он говорит, а теперь я претендую Сына, внимание Сына, чтобы оно принадлежало мне. Семья. И это говорит о том, что Церковь, кстати, Церковь сейчас находится на том уровне, где она никогда на таком уровне не находилась. То есть, Церковь дозрела, чтобы Бог мог убрать говорящие головы и мог стать сам Богом твоей жизни. Но ведь, честно, подумайте, всегда кто-то говорит в нашу жизнь, а Он ревнует, семья. Даже если это служитель хороший. Вот почему я боюсь. Я говорю, как только ты, Иисус, тут появляешься, ты меня вот там под стулом и найдешь. Потому что я боюсь Бога. Я не боюсь Бога, как боюсь Бога. Поймите, я боюсь занять платформу, время и место Бога. Вот это я боюсь делать. И поэтому я первый поклонник, я не пастор, я, во-первых, поклонник. Пастор — это уже потом. Но как только приходит пастор с большой буквы, учитель с большой буквы, я сразу сдвигаюсь на позицию ученика. Вот это моя позиция. Еще один такой момент. Объясни вот такой парадокс. Я думаю, у каждого из вас вы видели такой пример, наблюдали. Мы видели служителей, которые выходили, они служили детям Бога. И Бог двигался через них. Было помазание, в атмосфере происходили сверхъестественные вещи, проявление славы. И только потом мы уже узнавали, что этот определенный служитель жил в компромиссе, жил в грехе, находясь под помазанием Бога. То есть, как эти две вещи могут сосуществовать? Тайный грех и помазание Бога во время служения. Хорошо. Очень просто. Бог, когда помещается... Во-первых, Библия четко говорит, дары, служение, не приложены. Это значит, что никто не может заработать. Другими словами, когда ты оступаешься... Вспомните Самсона. Будучи даже в ужасном разложенном состоянии, он продолжал иметь силу. До того, как он полностью оступился, и Бог его уже убрал. В следующий момент Бог поступает с нами так, как мы хотели, чтобы с нам поступили. Бог дает нам время. И вы заметили, как вот даже этим пасторам мега церквей? 30 лет человек жил в активном грехе, и Бог прощал его, употреблял его, и верил, что он раскается, но он не захотел. Помните, что Библия говорит в Откровении? Я дал тебе время, но если... Вспомните? Не раскаешься, я сдвину твой светильник. Другими словами, Бог обличает, но Бог не забирает дары помазания. Другими словами, это подарок, который всегда будет работать и действовать в тебе. Следующий момент. Когда Бог дает подарок и помазание, оно всегда базируется на твоем духе. Но твой грех обычно обитает в душе и пользуется телом. Кто-то понимает, да? Это значит, эти две вещи для нас это один человек, но для Бога это две вещи, они не соприкасающиеся. Вот почему в верующих, как мы с вами видели, свидетельств, могут быть отчасти демоны и могут жить там и даже какую-то комнатку занимать. Потому что Дух Бога, как мне, помню, один сказал, «А как может жить Бог и дьявол вместе?» Я говорю, в разных комнатах, бро, в разных комнатах. Почему? Серьезно? Я говорю, хочешь увидеть, как в верующих живут бесы? Добро пожаловать на любой энкаунтер. И вот как только в верующем проявит бес, я тебя поставлю, вот ты с ним и разберешься, поговоришь с ним. То есть поймите, семья, что для бесов все равно верующий ты не верующий. Потому что демоны никогда не занимают твой дух. Но твоя душа открывает двери и закрывает. И демон может войти в душу и терроризировать тебя через душу. Это значит, ты можешь быть спасен, ты можешь быть омыт кровью, и ты можешь быть сыном Бога. Но твоя жизнь на земле никогда не будет качественной, победоносной и успешной. Ты будешь в муках жить. Вот почему он пришел, чтобы нас освободить. Окей? Все, да. Сильно много говорим. Окей, у нас вопросы еще есть. Есть, есть. Следующий, тоже такой интересный термин есть в христианстве, как харизматическое колдовство. Можешь ли ты объяснить, что это такое, как оно себя проявляет и как ему противостоять? Хорошо. Харизматическое колдовство это я не зная воли Бога, проектирую и транслирую свою волю и свои желания. Стоп. Иисус нигде не говорил, будет как я хочу, будет так, как я скажу. Все, что... Если мы... Иисус наш пример. Он говорит, я делаю все, только то, что отец. Я делаю только то, что вижу от сотворяющего. Без отца не делаю ничего. Когда вы проследите с жизнью Иисуса, он не делал ни шагу без Христа. То есть его здесь нужно понять... Да, без отца, да. То есть здесь нужно вот этот фактор понять. Есть, извиняюсь, быстренько вставлю, что есть сейчас поднимается тоже одно из учений, где, так как Иисус живет во мне, теперь я божество, и теперь... Теперь небо должно повиноваться моей воле. То есть все, что я хочу, должно сбываться. Все, что я желаю, автоматически это становится волей Бога. И я начинаю это транслировать. Является ли это тоже формой харизматического колдовства? Все, что я пытаюсь... Во-первых, когда я сидит на троне, вот это оно и делается. Поймите, дорогие мои, что я не знаю, кем мой сын должен быть. А вдруг он должен быть не служителем, а механиком? И я сижу, Бог, я провозглашаю над ним, он будет служителем, он будет пророк, он будет евангелист. А Бог говорит, а ты у меня вообще спрашивал? Вы заметьте, как мы, мы научились колдовать, это называется колдовство, но мы любим манипулировать, мы любим свою волю навязывать. Мы не имеем права, в царстве Бога мы не имеем права иметь нашей воли и наших желаний. Мы должны узнать, какая твоя воля, Бог, и я буду промаливать именно эту волю. И когда люди говорят, что если во мне живет Христос, ну тогда ты очень плохая копия Христа. Ну, серьезно. Если кто-то говорит, что я Христос, и сейчас таких поднялось достаточно, то вау, ну ты и дешевка. Ну, серьезно, ну реально, когда ты читаешь о Христе, я не говорю, что он не совпадает. Христос уже четко свою миссию прописал. Три с половиной года изложил свое сердце, свою любовь, свою страсть, свою мечту, свой момент прославить Отца. И когда ты видишь кого-то, кто наживает себя Христом, плоды не совпадают с движением и личностью Христа. А Библия говорит, по плодам, их узнает, их не по названию. Вот стоит у меня, знаете, иногда, я помню, жена посадила дерево. И я еще не знаю, что это за дерево. Вот дерево просто, палка торчит в земле, и все. Но на палке есть бирка. И на бирке написано, какое это дерево? Семья. Пусть там будет написано. Мне бирка не важно. Я дождусь, пока дерево докажет мне, что оно совпадает со своим именем. Кто-то понимает? Если это черешня, то она не может быть без черешен. Ну, что вы на меня так смотрите? Я не помню. У кого-то черешня без черешен? Кстати, у меня есть черешня, старая, без черешен. Я так ее хочу убить, но жена ее охраняет. Жена говорит, это дерево дает тень. Я говорю, мне не нужна тень. Иисус сказал, секира у дерева, которое не приносит плода. Семья. Если кто-то себя называет Христом, от Него будет исходить Отец, мечта, атмосфера, царство. Потому что Иисус говорил, видевший меня, видел Отца. Дорогие, не кажется ли вам, что кто-то на себя слишком много берет? Христос в нас, и Библия говорит, от славы в славу мы преображаемся, но никто не может выйти и объявить, что Он Христос. Простите, не верю, не вижу, по плодам не регистрируется. Вот и все. Все очень просто. Смотри на плоды, и ты все узнаешь. Не надо на бирку смотреть, не надо на апостольскую какую-то лычку смотреть, смотри на результаты, как Иисус учил. По плодам их, узнаете их. Возвращаясь к вопросу об ангелах, мы коснулись вот об ангеле информации, и к нам поступил еще вот один вопрос из онлайн. Роль ангелов в нашей жизни. И вопрос такой, что взаимодействуют ли они с нами, имеем ли мы право говорить с ними, отдавать им какие-то приказы, или они только послушны Богу, и вообще, какая роль их в нашей жизни? Хорошо. У меня есть целая тема, она так и называется, понимание служения ангелов. Я все открываю по Библии, все места из Библии там есть. Но я скажу один момент. Нам абсолютно не позволено контролировать и управлять ангелами. Нигде этого не делали ни ученики. Ангелы всегда имеют миссию и имеют цель, и всегда они имеют цель и посланы Отцом. Вы заметили? От Ветхова до самого Нового Завета, где Иоанн на острове Патмос, где ангел с ним взаимодействовал, нигде не было того, что кто-то стоит и высылает куда-то ангелов. Нигде не было в Библии, где кто-то приказывает ангелам куда-то идти и что-то делать. То есть вы не найдете этих мест. Это не библейское учение. Написано, это служебные духи, посылаемые нам в помощь, как соннаследникам. Помните это место? То есть они нам посланы как помощь. Второй момент, разрушающий эту теорию, то, что если мы имеем право приказывать ангелам, то скажите мне, а если ребенок пошлет этого ангела не туда? Вопрос. А если взрослый что-то там кувыркнет его, и он другого ангела не туда пошлет? Это что, будет битва ангелов, что ли? Семья, поймите, ангелы подчиняются одному, генералу, Богу. Все. У ангелов есть иерархия, и у них есть архангелы, которые управляют ими. Библия четко об этом говорит. Еще раз говорю, есть целая тема, объяснение, как бы служение ангелов, прослушайте там все, целый час я объясняю. Но я скажу, что мы можем просить помощи, но помощь приходит от Бога. Иисус не приказал ангелу прийти, как только сдал экзамен в пустыне, написано, и ангелы пришли. Естественно, не по его просьбе, по просьбе отца, и служили ему. То есть мы замечаем всегда ангелы на миссии, но никогда на миссии человека, а не всегда на миссии Бога. И вот это просто, если так ответить, время у нас. И говоря вот уже о сверхъестественном, раз мы пошли в эту тоже сферу немножко, многие люди тоже спрашивают, как войти именно в тот стиль жизни, где сверхъестественная слава Бога начинает проявляться в твоей жизни, то есть царство начинает активироваться. Это что-то, вот допустим, как в твоей жизни это было, это что-то, за что ты молился, брал посты, просил у Бога, оно пришло. Или оно как-то сверхъестественно начало двигаться в твоей жизни после определенных каких-то действий или каких-то, или спонтанно, может, оно пришло, когда ты не ждал, не ожидал. Хорошо. Я скажу, что сверхъестественно первое, где начинаются все заблуждения, когда люди начинают преследовать сверхъестественное, больше, чем Иисуса Христа. Семья — это платформа для всех заблуждений. Даже для, поймите, что бесы, они, Библия четко говорит, что когда Моисей пришел, помните, да, в Египет, ворожеи делали то же самое. Судит, поймите, что здесь не в чудесах дело. Здесь дело вот в чем. Как различить, человека чудеса от Бога или нет? Следуют чудеса за человеком или человек следует за чудесами? Это легко видно. Когда человек следует за чудесами, он выходит на сцену и начинает прокачивать чудеса, искать чудеса. Человек, который любит Бога, он начинает превосносить Бога до той степени, до того уровня, где слава протекает туда, где сыновья Бога. Кто-то понимает, о чем я говорю? Я никогда этого не искал и никогда этого не ищу. Я считаю, что сверхъестественное — это вообще не наша сфера. И мы должны с вами... И вот где начинается соперничество. Вы заметили, где начинается соперничество? У кого-то больше чудес, чем у кого-то другого. И начинают люди из-за своей, как вам сказать, незрелости сравнивать чудеса друг друга, уровень друг друга и выстраивать иерархию величества человека. Это все плоть. Чудеса должны следовать за нами. Если чудеса не следуют за нами, это вообще не имеет никакого значения. Тебе дана жизнь, тебе дана мудрость, тебе дан путь, ты ходишь по этой земле и ты должен достичь определенных вещей. Будут чудеса? Будут. Дорогие, много чудес происходит. Я вот на конференции был. Вы знаете, сколько там чудес происходило в зале? Я специально не взял ни одно свидетельство, потому что я хочу, чтобы слава вся принадлежала Иисусу Христу. Вся семья, вся. И вообще я считаю, что я сейчас... Мы с вами прошли тот... Вы помните? Восьмой, девятый год, десятый год в центре трансформации, где чудеса рванули. Мы настолько, не думая, побежали за чудесами, что где-то на повороте вылетел Христос с машины. И вы... И честно скажу, вы знаете меня, я честный человек. И потом, двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый год, Бог меня возвращал назад в присутствие. Семья. Я чудесами не контролирую, но мы все контролируем нашей страстью и любовью к Иисусу. Здесь ты преследуешь его. И если он считает нужным, какие-то чудеса будут. И то, зачем чудеса? В основном, зачем чудеса мы ищем? Честно задаю вопрос. Ответьте мне, зачем? Чтобы сказали, какой ты великий и прекрасный служитель. А ты просто скажи, Бог, с этого момента никаких чудес, даже если чудеса, пусть я их не вижу, их никто другой не видит. Только тот, кто его получает. А я буду искать только тебя, отдавать тебе всю славу. Я вообще не хочу ни от кого отличаться. Зачем мне эти шишки на мою голову? Я уже слишком взрослый, чтобы заниматься этим детским садом. Все. Все очень просто. Чудеса следуют за зрелыми, и они за ними следуют. Они, люди, следуют за чудесами. Следующий вопрос. Как распознать? Вот у нас в жизни есть, я думаю, в жизни каждого христианина, сидящего здесь, здесь есть сферы, которые мы видим прорыв, мы видим, слава Богу, мы видим изменения, мы видим трансформацию. Но есть сфера в нашей жизни, вот которая, она тебе просто не поддается. Это вот как крепость, которую Давид не мог завоевать, он годами завоевал, завоевал, не мог завоевать ее. И у каждой военной жизни есть такая сфера, ответа на нее нет почему-то. Как распознать? Это где-то висит в духе аргумент, и мы открыли легальную дверь для врага атаковать именно эту сферу. Или же это есть, это жало в плоти от Бога, который молился Павел, трижды я просил Бога вытащить это жало из моей жизни, и Бог сказал, достаточно с тебя благодати моей. Как распознать? Это то, что мы должны продолжать приказывать за прорыв в этой сфере или просто оставить ее и смириться с этим? Хорошо. Первый момент. Жало не мешало Павлу убить употребимым Богом. Первое. Жало может называться только то, что не мешает призванию Бога в твоей жизни. Второе. Павел трижды помолился, и оно не ушло. Все нелегальное обычно уходит сразу. Если что-то в твоей жизни нелегальное, и я обычно говорю, Бог, если это атака, нелегальное, или что-то дьявол делает то, что он не должен делать, я прямо сейчас приказываю именем Иисуса Христа статусом невесты Христа остановить все нелегальные действия в мою семью, в моих детей, в мой дом и в мою жизнь. Обычно работает сразу. Но если я помолился, кстати, ответ именно там у Павла и находится. Трижды молишься, эта вещь не уходит, можешь это оставить. Другими словами, я когда-то Иисусу сказал, Иисус, буду ли я полностью свободен? Иисус мне сказал такую простую вещь. Я никогда не дам тебе быть независимым от меня. Знаете, что мы хотим? Мы хотим иметь славу, служение, бомбу, чудеса. Но мы хотим иметь полную свободу. Но полная свобода отсоединяет тебя от зависимости Иисуса, от человеческого сердца такое, если ему что-то не надо, он это больше преследовать не будет. И Бог, зная наши сердца, сделал маленький противовес, чтобы напоминать и тебе, и мне, что без меня ты ничего не сможешь сделать. Наше время подошло к концу, пролетело очень быстро. У нас, может, еще и парочка? Еще один, да. Еще один? Да, я знаю, нам переход на второе служение, но мне так нравится. Вам нравится вообще? Да, хорошо. Мы будем время от времени делать такие вещи. Потому что мне, честно, нравится отвечать на вопросы, которые насущные. Люди задают, потому что в проповеди ты не иногда попадаешь во все. Если что-то еще есть, давай. Еще вопросик два. Ну, наверное, ладно, задам последний вопрос, который тоже очень такой противоречивый и очень много насчет этого учения, теологии. И иногда у тебя просто мозги разрываются. Кому верить? Кто прав? И все цитируют Библию. А я знаю, что мы живем в последнее время. И все ждут Антихриста. И когда суды Божьи начнут изливаться на землю, когда начнутся гонения, все к ним готовятся уже. Как ты считаешь, церковь Иисуса Христа, увидит ли она проявление Антихриста на этой земле? Или же он будет проявлен, когда церковь будет взята от земли? Хороший вопрос, Эмин. Обалденный вопрос. Напоследок мы это говорим. Я люблю вот такие вопросы, когда ты вот, знаешь, да-да, нет-нет, не увернешься. Я балдею от этих вопросов. Серьезно. Следующий. Первый вопрос. Маленький стейтмент. Помните, что сказал, Библия говорит, последние дни, буду напоминать дни кого? Ноя. Ноя. Вопрос. Иисус Ной вместе плавал со всеми или он был забран в ковчег? Ага. Первое. Лот был осужден Содомом и Гоморрой? Нет. Теперь слушайте внимательно. Библия говорит, праведник никогда не будет наказан с неправедником. Следующий момент, который разрушает теологию того, что сейчас уже чаши изливаются. Первое. Это то, что невеста две тысячи лет сейчас собирается Христом в одно тело. Со дня его смерти. Все понимают? Это значит, что если мы сейчас проходим чаши, гнев, суд и Антихрист сейчас, и мы будем это все переживать, нелогично, почему тогда все 99% невесты уже с Иисусом? Почему я по морде получаю? Логичный вопрос? Ну, логично. Следующий аргумент, который разрушает все, не может действовать Дух Антихриста и Дух Святой, пока они оба на земле. Обычно кто-то должен быть забран. И Библия четко говорит, доколе не будет удерживающий забран. Что такое вознесение? Люди говорят, вознесение — это когда люди возносятся. Да, Бог мой, успокойтесь. Вознесение — это когда Дух Святой занимается, забирается от земли. Стоп. Невеста уже вся там. 99% вся уже там. Мы просто вместе со Святым Духом будем вместе с Ним забраны, и всё. Но забирается не невеста, забирается Дух Святой, который подготовил уже остаток невесты, и он его с собой весь забирает. Кто-то слышит меня? И только после того, как доминирующий Дух, который является Духом Святым, на земле будет забран, только тогда Антихрист и лжепророк, и сатана может двинуться в полной силе. До этого невозможно сатане двигаться, пока церковь на земле, и Дух Святой на земле не может. Поэтому продолжаем молиться, продолжаем распространять его славу. Я надеюсь, вы что-то получили сегодня для себя, что-то взяли. Аминь. Спасибо большое. Пожалуйста, рады, рады. Если что, присылайте. Кстати, если есть какие-то вопросы, пришла идти к Свете. Она их в архив сложит, и в следующий раз мы к ним, может быть, подойдем. Окей. Хорошо, дорогие, тогда мы закончили.